Один из крупнейших торгово-офисных центров Ижевска в несколько тысяч квадратных метров. В утренние часы здесь еще немноголюдно, но посетители уже идут за покупками. Это учебная пожарная тревога. По сценарию возгорание произошло в одном из торговых залов. Пожарная сигнализация и звуковое оповещение срабатывают сразу. Люди начинают покидать здание. Но с первых минут ясно, запасные пути эвакуации знают не все сотрудники. И вместе с посетителями выходят через центральный проход. А ведь при настоящем пожаре, да еще и в часы пик, здесь была бы давка. Действия людей были неуверенными. Когда мы эвакуируемся, мы включаем свет, закрываем двери, выбегаем. Кто увидел пожар, у нас не сообщил пожарную охрану об этом. То есть, если есть даже ЕДДС, нужно было все равно продублировать, узнать, прошел ли сигнал. Три года назад в этом торговом центре Пожнадзор уже выявлял грубые нарушения. Должностное лицо тогда серьезно оштрафовали. И это, кажется, послужило хорошим уроком для предпринимателя. Сегодня пожарным показывают, что сделано после проверки. Эти боксы, здесь у нас установлена дополнительная вытяжка, установлены противопожарные клапаны и обработаны они у нас защитой. При пожаре люди должны покинуть здание за 4 минуты. Правила пожарные напоминают уже после учебной эвакуации. Главное – действовать быстро и без паники. Ведь, учитывая расположение торговых центров, из-за множества припаркованных машин расчетом добираться будет сложно. Если по законодательству пожарного подразделения выдается 10 минут нам на прибытие, и мы прибудем, но эти 10 минут – это вы сами остаетесь. И кроме вас здесь никто не сможет вам помочь. После казанской трагедии учебные эвакуации проходят во всех крупных торговых центрах. А их в Удмуртии около 100. Тройка, Медведь, Радиотехника и еще из десяток площадей пожарные инспекторы уже проверили. Оценку – отлично, не получил никто. Пожарные уже предупредили – там, где выявлены нарушения проверки, будут проводить повторно.